Не прошло еще и недели со дня открытия военно-патриотического лагеря «Пересвет», а ребята вместе со своими наставниками уже полностью окунулись в эту интересную для них жизнь, которая для многих пролетит как один миг. С каждым разом программа лагеря все более усовершенствуется. Каждый раз в ней расставляются свои особые акценты, о чем рассказал организатор лагеря Отец Николай. Если в один год я делаю на одном акценте, на те годы у нас было на война и человек отношения, в этом году мы сделали акцент именно на традиции русского воинства, традиции русского монашества, духовная сила русского народа, откуда она черпается, то, что мы говорим про девятую роту, шестую роту, откуда корни всего растут, чтобы донести до ребят. Пока им это еще трудно связать, понять, но когда мы читаем жития святых наших подвижников русских, вот их не подвиг, значит, ребята вот этому удивляются, что никогда они такого не знали, никогда ничего не слышали, если что-то еще там про воинов, полководцев они слышали, а вот людей сильных духов, не сильных физически, порой немощных, больных старцев, но какая они обретали силу духа, и как они помогали другим людям, какими обдали авторитетам, и сколько людей за ними шли, и сколько с помощью их, значит, спасли свою жизнь, жизнь ближних, вот это как бы цепляет, ребята. Я даже порой никак не поясняю ничего, я просто вот читаю жития им святых, на понятном языке, то есть доступном языке, и они подходят ко мне каждый день уже, я уже начинаю от них немножко убегать, они ко мне пристают, батюшка, когда можно креститься, когда можно стать православным, понимаете, но я все равно, значит, я понимаю ихний порыв, мне не хочется, чтобы это был семимутный порыв какой-то, мне хочется, чтобы они утвердились вот в этой вере, в этой идее, и чтобы они немножко, так сказать, вот прошли какой-то путь до крещения, чтобы осознали это, что не просто вот сегодня крещу хочу, а через месяц забыл, так сказать, я не хочу, вот, они хочу, я вот немножко их сдерживаю так в этом, ну, чтобы они созрели, понимаете, вот сейчас вот семечко, которое мы закладываем, его можно, так сказать, конечно, и, значит, там удобрять, значит, и, значит, как-то стимулировать, чтобы быстрее росло, но вот не вовремя созревший плод, понимаете, плод должен вовремя созреть, Поэтому я их потихонечку веду, веду. Но те ребята, которые уже четвёртый год занимаются, на них уже это видно. Вот он уже плод созрел почти. Те, молодые, ещё нужно их вести. Ну вот и, собственно говоря, это самое главное и важное. Сам же отец Николай не просто организатор и духовный наставник этого лагеря. Он не понаслышке знаком и с военным делом. И сам служил когда-то в ракетных войсках. Ну вот я армию вспоминаю с ностальгией. То есть я, значит, это... Она очень много дала мне армия, конечно. То есть я, значит, там два года был на командных должностях, значит, и поэтому мне очень намного дала. Значит, и вот... Ну, у меня, по сути говоря, вся жизнь была стремлением стать военным. Вот, так сказать. Я с детства, так сказать, стремился стать военным, так сказать. Не видел себя никем, кроме другим, как военным. Но вот Господь судил, значит, по-другому, так сказать, мне вот. Ну, все, что я, так сказать, вот приобрел, стремясь к этой карьере военной, да, вот оно сейчас мне пригодилось и все. Все я отдаю сейчас ребятам, так сказать, все, что я приобрел, все, что накопил. Значит, и плюс еще, так сказать, вот православие, духовность, так сказать, вот оно все в одно сошлось. И я считаю, что получился неплохой результат, который вот этот... Это то, что и нужно, так сказать. Среди ребят, прибывших в военно-патриотический лагерь «Пересвет», есть и новички, и те, кто здесь уже не первый раз. Несмотря на то, что в своем юном возрасте им приходится испытывать здесь большие физические нагрузки, они видят в этом только пользы для себя. А также отмечают большой плюс того, что наряду с физическим развитием они обретают и духовное воспитание. И физически себя развиваешь, и друзей много, ну, приобретаешь, как бы, ну, в общем, все на пользу. Нам рассказывали истории поучительные, там, вот, буквально на днях рассказывали про одного мальчика, который без рук, без ног, ну, объехал весь свет. Вот это затронуло, конечно. Нравится, как бы, уезжать не хочу. Не понимаю, почему некоторые ребята уезжают. Мне как-то нравится. Я здесь как на отдыхе, можно сказать. Больше мне в прошлом году запомнился марш-бросок. Он мне понравился. И в этом году тоже хороший был. Мы дошли до Молтайва от сборного пункта как раз. Так. Стреляли из автомата Калашникова. Мне тоже понравилось. И в этом году, естественно, программа более распространенная, ну, многообразная. Хочется все попробовать. Лагерь второй год езжу вот уже. Зимой еще ездил. Мне нравится сюда ездить тут. Тоже приезжаешь, как бы, просто все лето делать нечего. Тренировки, тренировки так. Надоедает постепенно. А вот тут, как, такой отдых тоже свой. Духовно, как бы, в церковь начинаешь ходить. А то дома не каждый, ну, не сможешь это ходить. Как, то вот лень, вот это вот, честь, да, понятие. Что начали тронуть. Вот и в том году тоже это ведь было. А вот не в Пересвете тоже нету нигде. Никто-нибудь о том не говорит. Это ему как раз учат. Потому что, ну, тут каждый за друга своего стоит. Один кто-то что-то натворил, например, и все отвечают. В лагере я первый год. Приехал по рекомендациям друзей, которые здесь уже второй, третий раз. Им очень понравилось. Они позвали меня. Мне тоже стало интересно. Так как дома сидеть надоедает. И нужно культурно, духовно развиваться. Ну, и, конечно же, спорт. Приехал в лагерь, очень понравился. Дисциплина, конечно, жесткая. Но к ней потихоньку привыкаешь. Хорошо, что всегда вокруг друзья, которые поддерживают и в беде не бросят. Новые друзья могут появляться за какое-то время. А те, с которыми ты уже знаком и давно дружишь, они сразу поддержат, помогут найти новых друзей, наладить связи со всеми. Мы вместе с ними тренируемся, вместе друг другу помогаем. Тут же духовное обучение. И духом мы с ними ближе. Одним словом, скучать ребятам не приходится. Как уже было сказано, программа лагерной смены очень насыщенная и разнообразная. Так буквально на днях лагерь посетили работники Екатеринбургского музея ВДВ «Крылатая гвардия». Сам музей официально был открыт еще 21 мая 1994 года. По инициативе участницы Великой Отечественной войны Михайловой. Она же стала и его первым директором. В двух залах музея развернуты экспозиции, посвященные истории создания парашюта и развития парашютного спорта в нашей стране, войскам спецназначения России, созданию и развитию воздушно-десантных войск с 1930 года по настоящее время. Поделиться своими знаниями с пересветовцами приехали Вячеслав Лобанов и Геннадий Кунявский. В 1930-е, правильно, вот именно в этот день, 2 августа 1930 года, на учениях в московском военном округе под городом Воронеж, был впервые совершен групповой десант в составе 12 бойцов. То есть они прыгали с самолета «Харман-Голиаф», прыгали еще с крыла, с другого самолета, опять им было сброшено вооружение, все это фиксировалось во времени, было сделано четко, быстро, без шума и пыли. И, значит, бойцы приземлились, тогда они еще не назывались десантники, приземлились, взяли в руки оружие и пошли выполнять поставленную им задачу. И вот с этого времени получили официальное уже развитие воздушно-десантные войска. А вообще инициатором создания ВДВ был Михаил Николаевич Тухачевский, думаю, вам эта фамилия знакома из истории, но, к сожалению, в 30-е годы он был репрессирован, но вот так появились воздушно-десантные войска. Вячеслав Лобанов познакомил ребят с историей появления и совершенствования парашютно-десантной техники от Леонардо да Винчи до наших дней. Воздушно-десантных войск, начиная с 1-го воздушного десанта, выброшенного 2 августа 1930 года, и заканчивая днем сегодняшним. Также Вячеслав Лобанов вместе с ребятами вспомнил и многие даты в истории нашего Отечества, и больше всего войны с фашистской Германией. Он рассказал, как менялись воздушно-десантные войска на протяжении этих четырех лет. Например, в обороне Сталинграда участвовало 9 стрелковых дивизий, которые были переформированы с воздушно-десантных корпусов. И вот знаменитый дом Павлова, вы, наверное, помните, был такой сержант Павлов, 56 дней, там 28 бойцов-десантников во главе с сержантом Павловым обороняли дом в Сталинграде, немцы вот так и не взяли. Так вот, фашисты потеряли за время, пока они этот дом штурмовали, бойцов живой силы больше, чем они потеряли при взятии Парижа, когда они оккупировали Францию. То есть вот так воевали наши, ну, все войска воевали. Рассказ Вячеслава Лобанова продолжил Геннадий Кунявский. Он сам является ветераном войны в Афганистане. Поэтому он рассказывал не только историю развития ВДВ более позднего периода, но рассказывал чуть больше – истории от первого лица. А начал Геннадий Кунявский свой рассказ с имени знаменитого генерала армии Василия Маргелова. Мы были первыми. Мы не знали, как правильно, как вообще нужно это делать, и нужно ли это делать вообще, и так далее и тому подобное. Мы первыми были. Мы не знали, как нужно и как правильно, и что нужно вообще делать. И вот когда в середине 50-х годов к руководству воздушно-десантными войсками пришел выдающийся полководец, в то время генерал, еще лейтенант Василий Филиппович Маргелов, впоследствии генерал-полковник, а потом и генерал армии, он прежде всего начал создавать фактически заново воздушно-десантные войска. Почему заново? Почему мы говорим, что Василий Филиппович Маргелов – это десантник номер один? И, по идее, если честно, вот так вот смотреть, то как командующий воздушно-десантными войсками он был восьмой. Командующий воздушно-десантными войсками, начиная еще с Великой Отечественной войны. Ну, до Великой Отечественной войны их еще было два. И во время Великой Отечественной войны – шесть. Он был восьмой. Но то, что он сделал, ставит его как первое. Почему? Потому что была разработана новая совершенно тактика действий. Ведь раньше десантники действовали, ну будем так говорить, как элитная пехота. Но как обыкновенная пехота. То сейчас была разработана специальная тактика действий десантников. Что они должны были делать, как они должны были делать, для чего они были предназначены. А раз тактика действий была немного изменена, значит под это дело было уже и оружие сделано. Вы, наверное, знаете, что целый ряд комплексов вооружения было сделано специально для воздушно-десантных войск. В частности, у нас были боевые машины пехоты. Во-первых, Василий Филиппович сделал боевые машины десанта. Для чего? Во-первых, чтобы они были легче, чтобы их было удобнее десантировать. Во-вторых, чтобы они были более маневренны. И для того, чтобы их десантировать, был создан новый вид авиации, военно-транспортная авиация. Несмотря на свою усталость, ребята с удовольствием слушали интересные и доступные для понимания рассказы о становлении и усовершенствовании воздушно-десантных войск. И кто знает, может быть, часть из них в будущем будет нести службу именно в рядах ВДВ. И завершилась столь интересная встреча сотрудников музея «Крылатая гвардия» с пересветовцами душевными песнями. Вячеслав Лобанов и Геннадий Кунявский исполнили для ребят ряд авторских композиций. Бьют зенитки по нашим ледва, и да вы, братские, меньше минуты, под огнем раскрывать парашюты, это и ночью придется протвалы. Под огнем раскрывать парашюты, это и ночью придется протвалы. Я скажу вам откровенно, мы уже фашистов били, надо слово будем бить. Вы же историю учите, и поймете непременно, что загнуть Россию можно невозможно победить. Расплескалась синева, расплескалась, по дедняшкам развелась, по передам. Сотрудники музея ВДВ «Крылака гвардия» не первый раз выступают перед аудиторией, не в стенах собственного музея, а на выездных встречах. И в завершении встречи, состоявшейся на Артемовской земле, сфотографировавшись на память с воспитанниками военно-патриотического лагеря «Пересвет», Вячеслав Лобанов и Геннадий Кунявский поделились своими впечатлениями. Самая основная цель нашей поездки, но не только именно этой конкретной поездки, ведь в настоящее время наша страна, наша Россия нуждается в патриотах. И воспитывать патриотизм нужно, я даже не скажу, с возраста садика, даже, наверное, раньше. А здесь ребята разновозрастные, где-то лет, наверное, так вот я успел заметить, от 10, наверное, до 15, вот так примерно, да, это вот как раз вот тот прекрасный возраст для воспитания. Они как пластилин, вот из них что хочешь, то и можешь вылепить. И нельзя вот таких вот ребят оставлять, знаете, вот без какой-то вот нашей такой по-хорошему, вот взрослой опеки, чтобы они помнили вот о том месте, где они родились, любили своих родителей, школу, город, Россию, вот так уж по большому счету, да Урал, естественно. И чтобы они могли защитить свою страну, свой дом, если это будет необходимо. Вот этим, собственно, мы и занимаемся, как ненавязчиво, в такой вот легкой творческой форме. Артемовские ребята, вот судя вот по тому, как они сидели, слушали, мне кажется, что вот до них это доходит, и они это понимают. Ну, я думаю, что вот те, которые ребята вот постарше были, они, ну, конечно, более посерьезнее, это понятно, да, они уже почти такие вот готовые защитники Отечества, им еще осталось делать там последний шаг в казарму, вот, которые поменьше, но они просто, думаю, так маленько чисто вот подустали физически, вот как-то вот такие вот старшие маленько сидели, но, тем не менее, они все равно все дослушали. Мы рассказываем о Великой Отечественной войне, рассказываем о войне в Афганистане, в Чечне, причем мы рассказываем ведь не только о том, как воевали одни десантники. Вы знаете же, что вот на будущий год, в марте месяце, у нас будет 70-летие Уральского добровольческого танкового корпуса, это, так сказать, бренд Урала, вот мы и об этом тоже рассказываем. Почему? Не знают. Увы, не знают. И поэтому мы сейчас, одна из наших функций, я считаю, это дополнение школьной программы. Почему? Потому что в школьной программе о Великой Отечественной войне, ну, сколько там, несколько часов. Что можно дать человеку за несколько часов? Это ж, сами понимаете. Вот это основная такая наша задача, патриотическое воспитание. Вы понимаете, ну, во-первых, и с Пересветом мы хотели бы, но еще лучше было бы, если бы военкомат пригласил нас тогда, когда здесь полный зал. Тогда, когда здесь те, кто едет в армию, вот для них такие были бы намного полезнее. Вот, хотя я не говорю, что это для Пересвета не полезно, нет, тоже полезно. Но и для вот этих ребят было бы здорово. Как говорил Филатов, мы полезных инициатив никогда не супротив. Продолжение следует...